На капитальный ремонт 35-я школа закрыто три года. Почти 400 учеников временно распределены по другим учебным заведениям. По контракту ремонт должны были завершить до 1 сентября этого года, но в график строители не укладываются. Подрядчик утверждает, на объекте ежедневно трудится более 40 строителей. Директор школы говорит, это не так. Она каждый день приходит на объект и застает там не более 12 рабочих. Вчера было порядка 9 человек и сегодня утро 11 утра на первом этаже было 3 человека, это штукатурка одной стены. На втором этаже было 6 человек, но они ничего не делали. У каждого человека свои функции, выполняют свои работы по отделочным работам, электромонтажным работам, сантехническим работам. Чтобы навести порядок на строительном объекте, глава города Дмитрий Азаров поручил директору школы совместно с подрядчиком ежедневно проводить проверку и фиксировать, сколько строителей работают на объекте и какие виды работ выполняют. Не должно быть у вас никаких разночтений по количеству людей, по объему выполняемых работ ежедневно. Наталья Сергеевна имеет возможность мне лично об этом докладывать. Коллеги, мобилизуйтесь. Мы с своей стороны мобилизацию все сделаем. Деньги, безусловно, будут оплачены. Но вы можете сами создать ситуацию, чтобы получите их неполным объемом. Сейчас в усиленном режиме рабочие завершают ремонт двух этажей. В этих классах уже можно будет проводить занятия с 1 сентября. Планируется, что ремонт в 35-й школе полностью завершится этой осенью. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События.